Эка этно-фестивалем песни об крыницах, царковным набоженством и хростным ходом на Слауградской блокидной крынице сустрели мядовый спас у День памяти покутников Маковеев. По традиции на пляцу цисвята разгорнулись выставы и кермаш галунем, на яким стал мед. Сергей с пчелами сябруя маль 15 годов. За этот час его пчальник вырос с двух роев до 250. А мядовый спас сямью и по традиции сустракая до Слауградской земли. Это кладезь витаминов, минералов и здоровья. Самое главное. Зачем люди и приезжают сюда на голубую крыницу. Белый майский рапсовый грачишный не только и по Сляс Пасу мед по праву займает гоноровое место на столе. До речи, на импровизованных подворках можно было почистоваться не только мядовыми пресмаками. Принимают активное участие художественные коллективы, ремесленники. Конечно же, это наши фестивали. Это экотный фестиваль песни о крыницах. И наш знаменитый маковей, который уже проводится ежегодно. Удильники фестивалю песни о крыницах створали настрой свято и презентовали новые композиции. Сегодня мы исполняем 4 песни. Народно. «Катилась-катилась», «Ой, лузик крыница» будет песня. А ложки зачем в руках держите? А ложки – это такой инструмент. Сотворили сами. Для того, чтобы шумовые инструменты у нас. У кого ложки, у кого барабанчики, у кого колокольчики. Тысячи людей пришли не только с Беларуси. На Славгородскую землю притягивая республиканский помник «Блокитная крыница». Лишится, что вода на Маковее набывая особливую силу. Необыкновенная просто вода. Я говорю, здесь такое впечатление, как будто здесь каким-то куполом накрыто это место. Вот оно прямо вот такое, какой-то оберег. Я даже не могу объяснить это. Вот уже много лет мы периодически сюда приезжаем, потому что оно действительно, оно вот тянет это место сюда, потому что… Практически каждый год. Почти, да, каждый год. А верите в целебное свойство воды? Ну, да. Скорее всего, да, чем нет. Вот эти фестивали в год единения сегодня, когда очень нужно понимать, слышать и ценить друг друга, они играют важную роль. Мы объединяемся, мы встречаемся, мы общаемся, обмениваемся своими умениями, навыками, традициями и понимаем, что как мы близки, как мы важны и как мы состоялись как белорусы. А кроме того, для гостей проводили туристичные экскурсии, знайомились с историей Славгородского района. До слова, у планах и далее развивать территорию в «Блокитной крынице». Юлия Нашлыкова, Виталий Ляксейнка, Новины региона. Республиканские...